Приветствую вас. Вопрос про смешивание дружбы и рабочих отношений. Вы знаете, аноним, мне кажется, что коллеги не могут быть друзьями. А друзья не могут быть коллегами. И мне кажется, что ваш друг пристал быть вашим другом ровно тогда, когда решил устроить платную работу. Как это не печально. Причем на работу к себе. Где он работает. Дело в том, что друзья помогают друг другу. Помогают, но не решают их проблемы. Понимаете? Если я решаю твою проблему, то получается как бы тогда, что ты меня должен. Понимаете? Какая штука. А вот это как раз совсем не хорошо. Вот. Совсем не хорошо. Поэтому мне очень жалко вас расстраивать. Вот. Но, на мой взгляд, ваши друзья, вам и забавно не друзья. Вот. И, как бы, ваши переживания к моему большому сожалению. Вот. Очень сильно похоже на манипуляцию со стороны так называемых друзей. Вот. Что касается вас, то, на мой взгляд, у вас есть серьезная проблема с самооценкой. На мой взгляд, у вас есть серьезные проблемы с личными границами. Вот. Ну. По моему мнению. Так. Я не претендую на истину в данном случае. Вот. Просто говорю, вот. Как мне видится. И, соответственно, мне кажется, что, если на чем-то работать, то, вот, в первую очередь, над данными элементами, над данными аспектами вам. Вот. И учиться, учиться принимать решения. Вот. Чисто принимать решения. Потому что, так или иначе, всегда будут недовольны вашими решениями кто-то. Это нормально. Что кто-то будет недоволен вашими решениями. Вот. И, на мой взгляд, ваша задача научиться брать ответственность за те решения, которые вы принимаете. Вот. Вот. Если вы ответственность брать не готовы, вот, за те решения, которые вы принимаете, то это вот как раз таки запрос на психотерапию. Вот. Как мне кажется. Но, опять же, это в данном случае решать только вам. На мой взгляд. Вот. Что касается того, что вам делать. Скажу честно, я не думаю, что хорошая идея будет вам давать какой-то совет. Потому что, ну, мы все-таки психологи, да, мы не даем в этом смысле совет. На мой взгляд, гораздо лучше и эффективнее было бы помочь вам полагаться на себя. Вот. Это вот гораздо более конструктивная позиция. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Это было бы для вас куда более полезно, чем совет. Вот. И вы упомянули травму свою, что вас очень погиб. Вот. Вы упомянули об этом скользь совсем. Но вообще-то это довольно серьезно. Вообще-то это довольно важное событие. И вам, на мой взгляд, очень важно адекватно это прошить, если вы не хотите, чтобы в будущем на вас это как-то оказывало влияние. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому я бы вот на это тоже хотел бы обратить ваше внимание. Внимание. Мне кажется, это, в общем, достаточно важным аспектом. В целом у меня возникло такое ощущение, что у вас довольно мало жизненного опыта. То есть у меня возникло такое ощущение, что как-то вот вы как будто бы слишком наивны. Наивно статусирован, но как бы в верхних пределах, когда это не вредит. Вот. В данном случае, мне кажется, что он, к сожалению, это больше вредит вам. Хотя, естественно, я могу и быть не прав. Вот так. Я бы вам ответил. Сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. С точки зрения своего опыта, который у меня есть. И вот в какой-то степени из-за такого хотите вертия, хотите нет, искреннего желания вам помочь. Вот. Только я понимаю, что для того, чтобы вам помочь, необходимо с вами разговаривать. Вот. Необходимо говорить вам. Необходимо. Необходимо лучше вас узнать. Как бы. Необходимо, чтобы вы постарались довериться нам. Вот. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что вам было это полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что обратная связь нужна в первую очередь вам. Потому что... Это поможет вам лучше себя понять. Вот. Лучше к себе разобраться. Вот. И наметить... Наметить... Какие-то основные моменты... Основные моменты... Да. Психоперапевтической направленности. Вот. Спасибо вам. Самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжайся. За przemoc tayono. Продолжаем.